А откуда брать мотивацию? Источниками мотивации являются пять вещей. Если вы общительный, вас будет мотивировать окружение. Если вы любите договариваться, вас будут мотивировать отношения. Если вы любите спорить, вас будут мотивировать соревнования. Если вы открытый человек, вас будет мотивировать творчество. Если вы беспокойный человек, вас будет мотивировать стабильность. Вот вам пять источников мотивации, которыми можно пользоваться, приспосабливая их к своей личности. Но при этом вам надо рассмотреть все сферы вашей жизни. Представьте, что вы сделали все возможное, чтобы изменить свою жизнь, и через пять лет получили жизнь своей мечты. Каковой бы она была? Какими вы представляете своих друзей? Какими были бы ваши личные отношения? Какое место в вашей жизни занимала бы семья? Как вы представляете свою карьеру? Как вы проводите свободное от работы время? Как вы заботитесь о своем психическом и физическом здоровье? Сколько теперь места в вашей жизни занимают алкоголь и наркотики? Все эти вещи нужно рассмотреть. Алкоголизм, например, стирает с лица земли 5-10% людей, так что ваше отношение с алкоголем нужно контролировать. Ответив себе на все эти вопросы, вы сможете понять, что вам нужно менять. Это понимание поможет вам поставить главные цели, которые вы разобьете на подцели. И чем больше таких подцелей вы будете закрывать, тем больше удовлетворения от их исполнения вы будете получать. Потом оглянуться не успеете, как закроете и главные свои цели. Еще вам нужно создать систему наград и поощрений. Ваш организм в качестве поощрения будет выдавать вашему мозгу дофамин, благодаря которому вы сможете двигаться дальше. А для того, чтобы эта система работала, вам нужны положительные эмоции, которые будут вас сопровождать, когда вы двигаетесь к запланированной цели. Что под этим подразумевается? Ваша цель должна быть важной для вас, иначе мотивация не будет работать. Чем важнее для вас цель, тем больше положительных эмоций будет приносить процесс ее достижения. Что это значит? Вы просыпаетесь и радуетесь каждому дню. Вы готовы работать на полную. Если говорить кратко, вы ставите себе долгосрочную цель, понимаете, через какие сложности вам придется пройти, и тогда радость от хотя незначительного продвижения будет подавлять любое разочарование. Это и не даст вам сойти с дистанции. Вы определяете свои цели так, чтобы они подходили именно вам. Вам нужны цели, которые заставят вас сказать, «То, к чему я иду, без сомнений, стоит всех моих потраченных усилий». Потому что вечный вопрос – зачем что-то делать? Ведь ничего не делать так легко. Просто сидишь, смотришь сериалы или листаешь ленту – это очень легко. Тогда возникает вопрос – зачем вообще что-либо делать? И ответом должно быть – потому что вы решили, что это будет того стоить. Следующим вопросом может быть – а как понять, что именно будет того стоить? С одной стороны, это зависит от вашего характера. С другой – можно посмотреть, каких целей достигают другие люди и насколько это повлияло на их жизнь. А это те обычные вещи, из которых и складывается человеческое существование. Вам достаточно по-настоящему прикоснуться хотя бы к нескольким вещам, чтобы понять, что это того стоит. Вам нужна семья, нужно правильное окружение, нужна любимая работа, нужен рост, нужен досуг после работы, нужна забота о психическом и физическом здоровье. Из этого и состоит нормальная жизнь. А если у вас ничего этого нет, то остаются только горе и страдания.